добрый день уважаемые дамы и господа вы слушаете радио народная волна на частоте 1590 м на нашем веб-сайте radioadmissi.com ну и конечно же на нашем youtube канале наш эфир продолжает программа час ивана денисова здравствуйте иван здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушатели и зрители и сразу всех вас поздравляю из писахом и с теми кто праздновал пасху по католическому по западному календарю и отметил выходные вас тоже с прошедшими праздниками поздравляю потому что много гадостей сейчас творится везде но есть вещи которых забывать нельзя это как раз они это же сразу должен вас не кого-то успокоить кого-то может быть нет кто следит за моими какими-то публикациями на запрещенном официальном в российской федерации фейсбуке экстремистском да не пугайтесь все нормально но он почему-то у меня тоже перестал работать даже на vpn надеюсь скоро не знаю как скоро но я туда вернусь пока ищите меня в других местах но еще раз говорю не пугайтесь хотя я очень всем благодарен за беспокойство которые знаю многие проявили спасибо большое пока я с вами ну просто немного другими способами но нам остается поблагодарить всевышним за то что у нас skype пока хотя бы работает потому даже с первого раза всего на удивление с первой попытки и так тема которую вы обозначили конгресс за свободу культуры то это у нас дам поговорим об этом может кого-то удивит к чему с чего бы вдруг но есть там у причины во первых у нас в этом году правда еще не скоро и к этому мы вернемся и юбилея одного из его создатели организаторов весьма такого колоритного персонажа из антикоммунистических левых философ и сидних ухо но почему я эту тему решил поднять этот самый конгресс он почему до сих пор вызывает очень болезненную реакцию у кремлевских пропагандистов то есть вот я не вытаскивают при любом возможном удобном и неудобном случае какие-то разоблачительные статьи хотя в принципе конгресс перестал работать где-то с конца семидесятых как таковое на самом деле даже раньше там он переименовывался деформировался менялся в конце концов его подгреб то что от него осталось вездесущий ссорос под себя никуда нам тоже без него не деваться но почему все таки вот так не любят пропагандисты наши что в этой организации было хорошего нам не было хорошее что плохого но давайте с вами разберемся и имеет ли смысл в каких-то новых вариантах к этому конгрессу возвращаться на день сегодняшний в общем и целом появилась это явление в конце 40-х и было связано прежде всего с двумя людьми ты сидни хуком которого я уже назвал и джеймсом бёрдхом сидни хук был озабочен тем чтобы всячески оградить американских левых от коммунистов представьте себе когда такое было и он уже еще и до войны этим занимался изначально это было не столько антикоммунистическое даже а его деятельность сколько анти сталинская но после войны уже во время и после войны все более больше стал антикоммунистическим и целью хука было объединить антикоммунистов левых и либералов так скажем классических потому что конец роковых еще консервативного движения не сложилось и создать вот такой единый прежде всего культурный фронт для борьбы с засилием левых идеи тоже прежде всего в культуре потому что только что напомню вам прошли были разоблачения палаты комитета палаты представителей по антиамериканской деятельности которые выявили и огромное влияние коммунистов правительстве и в культурной жизни тоже были пафосные мероприятия поддержку политики советского союза повсеместные и действительно надо было что-то делать и здесь включается тогда еще друг и коллега хука политический философом бернхам у которого политическая траектория была тоже достаточно своеобразная так как из коммуниста маркист марксист троцкиста он перешел на позиции консервативные антикоммунистические и антисоциалистические вообще и как раз в то самое время у него вот эта самая трансформация происходила но что важно нам упомянуть это то что бернхам продолжая интеллектуальную работу продолжая работу как писатель стратег если хотите он начал работать еще и в такой занимательной организации как офис по координации политики так его назовем который был подчинен сыром сыром тот момент только начинал напоминаю свою работу все-таки сорок седьмой год она появилась а мы с вами говорим о сорок девятом 50 и подчинение там было не только сырой еще и госдепартаменты в случае возможные войны министерства обороны и задачей вот этого офиса была как раз психологическая война с коммунистическим с коммунистическими режимами с коммунистической идеологии за что бернхам взялся довольно таки активно более того так или иначе тут разные мнения насколько это совпадение или действительно он это писал эту книгу уже как такую программу для работы цру и вот этого самого офиса но есть у него книга то есть в русском переводе к чему я вернусь чуть позже грядущее поражение коммунизма где он как раз и объяснял необходимые действия и меры по тому как с этим самым коммунизмом бороться но пересказывать книжку уж не буду и вот хук сказал что я дайте мне несколько десятков миллионов долларов и несколько десятков сотен человек и я сделаю так что внутри коммунистического режима сталинизм зашатается бернхам может не был столь активен хотя по интересному совпадению он обратил на себя среди прочего внимание когда выступая перед украинскими иммигрантами призвал к полному окончанию советского диктата над украиной на уже тогда и вот его связи с тогда только набиравшим силу цру через этот самый офис привели к тому что в европе было решено вот организовать такую организацию которая бы объединила к я уже сказал прежде всего интеллектуалов и которая бы имела своей целью во первых защиту американской политики и объяснению почему американские американская и западная система превосходит коммунистическую но и во вторых разоблачение через различные публикации преступлений коммунизма восточной европе в советском союзе атаки на пособников коммунистов в интеллектуальном мире запады в общем программа была примерно таковой все это вокруг сложилось такого журналиста как харалд ласки не путать с виктором ласки про которого мы часто тоже говорим который обретался в европе и тоже сотрудничал с цру и решено было этот к конгресс организовать в западном берлине что тоже не просто так ну с одной стороны показательно да что вот у вас рядом восточный коммунистический западный но еще и то что германия как таковая западная на тот момент считалось консервативной аденауэровской а западный берлин такой вот социал-демократический более-менее поэтому там и надо было конгресс затеять и привлекли как я уже сказал к открытию этого конгресс летом 50 года люди не буду вам естественно всех перечислять были люди более как я сказал преимущественно и либеральные от того же хука шлезингера или британца рассела но были люди более консервативные арон раймон арон это тоже про него разные говорят но будем считать его консерватором и от соединенных штатов например бёрнхэм скайлер истман потом чемберс подключился то есть те люди которые весьма и весьма значительно для консервативным уже на открытии было две таких ударных речи когда бёрнхэм сказал что он против ракет которые нацелены на уничтожение парижа рима лондона или вашингтона но он за ракеты которые будут производиться в соединенных штатах для борьбы с коммунизмом потому что пацифисты конечно пришли в ужас это такой таких заявлений хук поворчал что бёрдхэм конечно прав по сути но уж слишком он прямолинейный провокационный но эффект был скайлер более да наверно более важную вещь сказала смысле с бердхэм тоже конечно молодец я серьезно но скайлер он обратил внимание на то что не стоит зацикливаться на поддержке не только коммунизма но и социализма потому что как сказал чернокожий великий консерватор кстати тоже прошедший путь от коммуниста социалисты к консерватору вчерашние социалисты становятся представителями тоталитарной системы завтра потому что они неизбежно в своем стремлении улучшать несовершенное но функционирующее общество берут на себя чрезмерные функции превращают его в тоталитарию то есть скайлер довольно таки четко обозначил к чему социализм приводит и хотя было понятно что при таком вот до сочетании прям такие лебедь рак до щука социалисты либералы и уже определявшиеся консерваторы все это долго не проработает но до поры до времени тем не менее функционирует тот же бернам опубликовал перевод на русском языке вот тут со той самой книги про которую я говорил конгресс финансировал издание целого ряда источников журналов газет антикоммунистической направленности конгресс так или иначе старался опубликовать и материалы которые удавалось вывести из-за железного занавеса конгресс наконец при случае продумж забегаем вперед но тем не менее делал все чтобы разоблачить пособников коммунизма вроде там от сартра или дебуар и им и им подобные публики а и все было бы хорошо но в конце концов эти внутренние разногласия они стали брать верх и как тот же хук с сожалением заметил хук левый повторяю это важно оказалось что либералы и левые социалисты гораздо более нетерпимы к чужому мнению чем консерватор и левые начали консерваторов из конгресса постепенно выживать тем более что в цру на это тоже особо внимание не обращать главным качала конфликты были такие достаточно локальные особенно скайлер усердствовал он например считал что конгресс слишком много внимания уделяет европе но слишком мало америке где социалистические левые взгляды и антиамериканские набирают популярности надо поэтому его развивать внутри страны были разногласия по поводу отдельных лиц там кеслер такой знаете заметный автор там со всеми ухитрился переругаться но главным до были да еще потом туда с ним объединился американский комитет по защите покой по свободе культуры и тоже не всем понравилось но главный наверно конфликт случился из-за нашего старого знакомого сенатора маккарти потому что левые и либералы стали на него нападать и считать что конгресс должен его подавать таким же врагом как коммунисты а консерваторы вроде упоминавшихся мной скайлера истмана и бернхэма но бернхэма чуть меньшей степени в основном скайлер конечно они стали за сенатора маккарти заступаться бернхэму кстати его позиция по сенатору маккарти хотя он его и критиковал в чем-то заступался стоило его конфликта с цру где маккарти не любили он в конце концов из цру ушел хотя насколько он из него ушел до конца это тоже большой вопрос но тем не менее поддержка маккарти ему стоило этой работы во многом скайлер заявил что когда вы была выпущена наряду с антикоммунистическими изданиями книга маккарти и коммунисты которую сам хук нахваливал и говорил что это лучше естественно критическое что написано о маккарте скайлер заявил что это просто атака топорная атака на великого американца и что он не хочет этим нет ничего общего и в 54 году демонстративно порвал с конгрессом и все больше и больше людей стали от конгресс удаляться и более того они потом про практически через год-другой а то есть в середине птиц тех же пятидесятых уже попали в консервативное движение вокруг уильяма бакли так или иначе как напомню тоже человек который с цру был немного связан а конгресс он дальше стал катиться все больше и больше влево все больше и большую роль в нем стали играть не то что даже кому нет но не коммунист конечно но такие анти коммунисты так назовем этот же хук который размущался из-за ухода анти коммунистов пятьдесят четвертом пятьдесят шестом году счел что реакция на венгерское восстание конгресса слишком вялая невыразительная и что с ним уже ему связываться не стоит справедливости ради замет что подали там продолжилась и контакты с царом они никуда не делись тем более что один из деятелей конгресса лидер американских социалистов норман томас был в хороших отношениях с далесом небезызвестным алленом но когда данные о связи конгресса с царом они всплыли наружу то естественно левая пресса зашумела конгресс стал себе больше и больше превращаться в такую чистку декларативное явление и хук считает что к середине 60-х он реально перестал работать до была смена названий и вот там сливался перевливался и официально как я уже сказал о его конец его принято связывать 79 годом но в реальности уже повторюсь 60-е он не имел не играл никакой роли и собственно говоря на этом его наверное работу можно читать завершён какие плюсы и минусы его работ главный минус и предупреждение многим это то что объединяться с левыми все-таки опасно очень штука потому что левые подчиняют себе все и нет нетерпимость выдавливают и скайлер и бёрнхэм и истман да им не нравились социалисты но не сказать чтобы они были нацелены чтобы их из конгресса обязательно выжить тогда как социалисты возмущаясь вроде бы тоталитарными режимами делали все чтобы избавиться от консерватор цру сделала для себя увы неправильные выводы что надо вкладывать деньги прежде всего в организации левые ну потому что до левые всегда сильнее всегда консерваторов выжмут и стала продолжать вот это вот финансирование различных левых организаций по всему миру не только соединенных штатов и все более более левые кстати но вот это вот два главных минус плюсы какие но во-первых эффект был потому что показать что интеллектуалы дистанцируются от коммунизма это было важно разоблачать в упорядоченной идее такой системе коммунистические преступления и показывать слаженность антикоммунистического интеллектуального прежде всего мира это надо было и более того заметьте пока конгресс работал но такого активно был конечно был но не такой активный как 60-е годы все-таки коммунистических этих друзей попутчиков и так далее этот конгресс он отдадим должное подавлял и оттирал на второй план а по показываю что это люди которые действительно поддерживают тоталитарный режим но и другой важный момент что целый ряд таких деятелей как берн которых я ну прежде всего то троица которую я назвал это бернхэм скайлер и макс истман ну и может быть еще уиткер чемберс который тоже там участвовал работе конгресса и комитета что здесь все они увидели важность того что необходимо организовываться в единое целое и когда появился бакли когда появился national review то вот это какие-то организационные навыки они спокойно перенесли на работу в консервативном движении то есть во многом получается что этот конгресс дал жизнь как левым организациям которые финансируются цру так и консервативному движению хотя здесь связи с цру уже более туманные и сложные прямых связей скорее всего не было но то что многие люди с прошлого в разведке шли в консервативные движения но это тоже бесспорно как бернхэм бакли ну или кендал мой любим поэтому вот считаете сами чего было больше я считаю что положительного до 56 года до 50 до 54 было все-таки больше а теперь вопрос другой а надо ли сегодня создавать подобную организацию но я думаю что такого рода может не столь масштабны и не связанные с такими яркими личностями как те кого я назвала все-таки были яркие личности ну ху корон даже если мы говорим шлезингер даже если мы говорим о левых или европейцев наверное были но повторяю не столь и значительные сейчас я считаю такая организация нужна но есть большая опасность того что опять если за это возьмутся спецслужбы то они будут связываться не с тем с кем надо будут связываться с левыми и получится черт знает что поэтому да и разоблачение связи со спецслужбами она конечно будет шумным скандальным и так далее и так далее особенно для консерватор но то что необходимо объединить вот тех немногих они все-таки есть либералов которые пытаются от идиотизма дистанцироваться с консерваторами консерваторы конечно должны играть более важную роль и объяснять миру что вот это вот нынешние безобразие творящиеся на западе это никак не реально лицо западной цивилизации и заодно объяснять западному миру что лидеры вроде путина никак не консерваторы я понимаю часу поздновато объяснять но тем не менее это безусловно важно и нужно потому что сильная такое интеллектуальное пути я не люблю то же слово интеллектуал и идеологии два слова на буквы которые мне нравятся но тем не менее что создать такой вот конгресс качество годный вы называете который бы объяснял людям восточной европе и надеюсь в россии когда здесь что-то хорошее произойдет что конечно же сейчас не выглядит перспективы на ближайшее будущее что такое реальная западная цивилизация с другой стороны объяснять консерваторам что так кто их реальные друзья кто враги и пытаться повлиять на такие вот скользкие партии режим режима ладно тоже слово так себе но тем не менее вроде орбана про которого я говорил вроде болсонару который непонятно куда там мечется за кого он и так далее как и с орбаном вучич сербский тот же самый что объяснять им что надо иметь дела с западом и никак не с такими персонажами как путин и и же снимая это важно но это то что называется надо было делать вчера но возвращаясь к началу своего этого монолога раз кремлевские пропагандисты до сих пор психуют и нервничают и клянут этот самый конгресс значит он действительно нужен и опасность от него для режима подобного путинскому она существует на вот я думаю так если сергей что-то добавит с удовольствием передам слова здесь я наверно умолкну давайте наверное мы сделаем перерыв середина часа послушаем рекламные объявления позади чего вернемся и продолжим возвращаемся в программу час ивана денисова программа которая всегда отличается широтой информации за что его на огромное спасибо и телефон студии 847 400 5200 как всегда наш микрофон для вас открытый добрый день пожалуйста в фильм слушай иван скажите пожалуйста вот на вашей неделе вы легко так легонько затронули тему выборов во франции и выразили сомнение о правых взглядах ли пен и не скажи что он такая жалевая как и макрон вот и не все подобное говорили про вашу трампа до выборов но все оказалось наоборот и как раз и те которые обвиняли его в этом как бы обама и байтон сегодня оказались яркими представителями политики путина в соединенных штатов вот а вот какая нам разница кто из президента франции вы видите закладом два три раза в год в москву и докладывать обратил на работе путину литер или же как силу как уже течение пяти лет это делает макрон спасибо потому что у них как раз когда решатся с выборами я говорю что я не вижу разницы между ними в этом проблем или пен я сравнивал и да и не только я сравнивал не с макроном а скорбином с британскими лейбористами тем более что сами британцы указывают на ее близость этой публике это что ее вот этот национальный фронт ревель великий философ правда не покойный называл сборищем социалистов и галлистов а галлисты от преимущественно сторонники социал-демократии ну и наконец то что сравнение с трампом я здесь совершенно не воспринимаю потому что про трампа и я многое говорил негативного но трамп связался с консерваторами и они определяли его политику а связи или пена с французскими консерваторами я пока не особенно вижу я правда и французских консерваторов не особенно вижу но это уже другой вопрос поэтому нет здесь сравнение ваш совершенно не работает а то что левизна липена для меня абсолютно бесспорно по целому ряд направлений не по всем но по целому ряду но то что она не она не маг не будет не она не macron ничего хорошего франции европе не принесут для меня к сожалению тоже абсолютно однозначно ну и коль скоро мы заговорили о выборах может быть тогда вернем наши взоры коста-рика да я тоже специально стараюсь вам рассказать о выборах и об изменениях лучшую или в худшую сторону по всему миру особенно в тех регионах которые важны для соединенных штатов для безопасности мира соответственно вообще ну или для европы как с франции помните был разговор про южную корею японии естественно но и южную америку и америка центральную естественно нам нельзя оставлять без внимания никому потому что туда исправно пытаются залезть враги какие угодно запада как бы они себя не называли и раньше это были преимущественно кремлевские коммунисты сейчас преимущественно китайские коммунисты но естественно опасность уровень опасность этого никуда не меняется и в этом плане то что произошло в начале апреля в коста-рике это такое то что вызывает на самом деле смешанные чувства потому что у победы родриго чавеса робблес да я понимаю чавес уже такое имя настораживающее но тем не менее у него очень много плюсов о которых я сейчас вам попробую рассказать но есть один очень и очень большой минус который к сожалению все это может перечеркнуть ну собственно говоря по порядку вообще коста-рика при всех своих проблемах и проблем там много она в центральной америке все-таки числятся одним из наиболее демократических и насколько опять же по южной америка по центрально американским меркам развитых стран но естественно проблемы корру коррупционные экономические там присутствуют и последствия к вида естественно по таким странам ударяют очень сильно и плюс скандалы связанные как раз со взятками которые так или иначе затронули представителей до того правившие от партии национального освобождения такая левоцентристская партия привели к тому что на выборах победил представитель партии с громким и настораживающим для нашего уха названием социал-демократическая прогрессивная партия но несмотря на такое вот удручающее сочетание по меркам костариканским эта партия начнется право и более того чавес рубляс прошлым экономист он себя позиционирует как раз сторонником такой правый прежде всего экономической и социальной политики а именно он стремится к сокращению бюрократии к сокращению госрегулирования к высвобождению экономики и к тому чтобы диктат вот этой вот леволиберальные социальные повестки будь то вопрос там этого лгбт засилия абортов и так далее так далее чтобы все это ну не было главным а главным были вопросы страйка развития стран но и плюс конечно же он обещает и антикоррупционные меры чтобы не повторилось того что происходило дальше но у него будут проблемы очень серьезные прежде всего потому что в местном парламенте партии его набрала не так много места вот да бывает и такое и соответственно ему надо будет искать союзников каких союзников он найдет себе кто с ним согласится работать и если согласятся какие-то партии центре лево центристки то скорее всего они будут естественно двигаться его тут не туда куда надо в общем проблемы есть далее хотя журналист консервативной аналитики отмечают что чавес роблес заручился поддержкой местной прессы когда там частности упоминается ну кто может лучше меня разбирается скажет консервативные обозреватели говорят что она очень влиятельная пиларс пиларс из нерос журналистка что она очень продвигала его кандидатуру но пресса мировая левая лево-либерально она вот реагирует очень болезненно на его победу что это прям таки новый болсонару что будет до всем правом женщин правом геев и прочим правом придет конец и все будет очень плохо и то что от правления чавеса роблеса ждать ничего хорошего не надо и это может вызвать тоже серьезные проблемы потому что конечно же коста-рика заинтересована с контактами с другими странами а если на президента будет постоянное давление за его прежде всего социального консерватизма то тоже это может привести к не очень хорошим результатам естественно коста-рика ориентирована прежде всего на сотрудничество соединенными штатами и будь соединенных штатах администрация консервативная да и хоть сколько-нибудь внушающие в плане международной внешней политики доверие и уважение то вообще было бы замечательно вот как раз альянс такой что то что нам нужно но если учесть что с другим союзником в регионе с гватемалой с той же самой мы все видели что уже никак не могут наладить контакты и с президентом джан пьетро там не очень хорошие отношения у камалы харрис в частности то уже настораживает что будет дальше а по-хорошему конечно же если учесть что сейчас увы о чем мы говорили происходит такой качу пас пост ковидный качок ну-ка не очень красивое слово такое отклонение до крен вот крен влево и в чили и судя по всему в колумбии хотя там еще что-то можно исправить и в гондурасе то за естественно за такие вот победы правых и за тех правых кто побеждает в америке южный центральный на цепляться но я вот пока я не вижу чтобы администрация байдена как-то показала хоть какую-то активная высказал активную поддержку чавесу роблесу более того все да все информацию что я про него нахожу это либо левая европейская пресса но и американская тоже которых я вам сказал его клянет либо консервативные издания ну вот которые высказывают ему поддержку но те же консервативные издания отмечают и самый критический момент его предвыборной кампании а именно что чавес роблес говорит о развитии в укреплении связи увы с китаем и вот это все очень плохо сами понимаете потому что китай не буду повторяться до лежат весьма активно центральную америку и в общем и целом этого и не скрывают что у них планы весьма и весьма обширные тот же самый гондурас с новый президент шейкастро уже в сфере их интересов никарагуа где вечный коммунист артега и если левачка из гондураса кастро и артега с которым все понятно они будут укреплять отношения с к этому еще присоединиться и вроде бы по всем своим остальным направлением правой чавес роблес коста-рики то дела будут конечно же не очень хорошие потому что китай тогда закрепиться очень серьезно и тому же джан пьетро из гватемалы но стоит общем-то задуматься он кстати они едва ли не самый главный противник китае сторонник тайване но тогда ему придется задуматься зачем ему вообще это надо если американская администрация там ему толкует что он недостаточно борется с коррупцией китайцы ему это вряд ли будут говорить сами понимаете почему и зачем ему подставляться и жертвовать своими экономическими интересами защищая тайване и стараясь поддерживать отношения соединенными штатами если можно махнуть рукой и связаться с коммунистами и соответственно задача действительно госдепартамента это сделать все чтобы чавес роблес все-таки на китае поглядывал поменьше а на вашингтона побольше но к сожалению получается да у меня такой опять пессимистический финал но увы что общая направленность нынешней внешней политики либерального истеблишмента и госдепартамента но она не совсем туда куда надо идет и если они опять начнут толковать все про те же в профи мини изм и лгбт то и к старику и президента чавеса роблеса который должен был и еще есть такой шанс стать одним из главных союзников соединенных штатов и противников китая может стать союзником китая а правый союзник китает совсем ни в какие ворота и этого бы точно не хотелось никому потому что будет сильным ударом по вообще правой политики в мире но увы особенности геополитики при славу ты никуда от них не денешься так что уход за администрации байдена ну вы не жду я что этот ход будет хорошим вот так несколько пессимистично получилось но тем не менее если сергей что-то добавить с удовольствием передам слов до коль скоро вы упомянули китай вообще внешняя политика китая просто принципиально отличается от внешней политики соединенных штатов китай под предлогом помощи кредитов и так далее на самом деле загоняет в кабалу все страны в которые он приходит чем мирным путем без единого выстрела без армии без военных баз он просто загоняет всех в кабалу что же касается наших идиотов особенно лево ради к лево либеральных скажем в афганистане эти там боролись за права лгбт за права женщин то есть для страны которая живет там в каком-то веке вот эти вот эти проблемы которые мы туда толкали они непонятны они их раздражали они вызывали отвращение но под этот шумок зато всякие организации неправительственные распиливали бабки наши кровные заработанные деньги которые у нас отбирала правительство и направляла якобы вот с этими целями бороться там за демократию за лгбт за фаминизм и и так далее то есть такое впечатление что вся внешне политическая деятельность сводится к одному вкинуть туда деньги разворовать как можно больше денег результатов то никаких нет ничего же не меняется абсолютно ничего не меняется просто разворовываются деньги в то время как китай ну то есть наша политика строится на ближайшие 24 года китай строить свою политику на ближайшие сто лет и у них результат получается совсем другой в отличие от нас хорошо то что стало предметом обсуждения у нас такие бурные дискуссии происходят публикации ну это илон маск и twitter действительно почти к этому или опера где каждый все ждут купит не купит позволят не позволят там много конечно проблем и экономических и юридических которые я не буду пускаться но маск он стал уже таким сильным раздражителем для левых либералов что очень хорошо и поэтому его заявление что он хочет делать twitter и действительно платформе для свободы слова представьте себя вызвало у либералов ну вот такой массовый психоз то есть но хорошо что он их вытащил наружу и показал что реально либералы современные свободы и слова абсолютно не дорожат и начинают нам рассказывать что то что делает будет сделать маска это то что превратит там богатые люди будут решать что есть свободу слова и так далее что twitter станет что траву маска то как трамп и как путин и кстати не выдумывает реальные твиты можете их найти и так далее так далее то есть уже за то что маск это спровоцировал ему большое спасибо и него трампер и которые вроде после украинского время происходящего в украине заговорили какие-то более-менее адекватные вещи будут понятно но здесь из-за маска опять их там у них пригорелый тот же макс бут уже давным-давно превративший черный этого что историк тоже нам рассказывает что маска там превратит twitter в какую платформу для сплошь трампистов и так далее и так у меня есть некоторые сомнения поводу маска хотя мне нравится в основном и его позиции то что он делает так как тоже он слишком виляет хвостом перед китаем и ряд его высказываний с восторженных я понимаю почему он их делать но этого не оправдывает в адрес китая меня напрягает прямо скажу но в целом я думаю что он что такое положительное привнес и уже я вижу что ему рекомендуют целый ряд методов для того как реформировать twitter а именно чтобы было ускорено и более такая прозрачная процедура проверки всех жалоб чтобы всегда были специалисты которые не только умеют что-то запрещать но и могут что-то защищать и объяснять почему то или те или иные действия или те иные те или иные люди в твиттере они могут что-то публиковать потому что сейчас заметьте трампа нет российская пропаганда есть там да она с какими-то вроде бы идет предупреждениями но тем не менее она есть тем больше на предупреждение в за время к вида пика все перестали обращать внимание трампа я там не вижу например и таким образом чтобы вот произошло вот то о чем я говорю а именно чтобы был и все люди видели как twitter работает чем он руководствуется как проверяются жалобы как проверяются посты что остается что снимается это все нужно сделать но и главное то о чем я тоже мне раз говорил то что сформулировал совершенно правильно джентльмен чей портрет за моей спиной то есть судья кларенс томас а именно что хотя тоже должен делать конгресс но и если конгресс не чешется то пусть по крайней мере новые глава twitter этим займется так вот уже четко определить а что собственно говоря twitter такое и подобные ему социальные платформы либо это ну грубо говоря газета либо это почтальон потому что напомню если там четко формулируется что это газета тогда да там есть ряд каких цензурных требований но тогда и друг совсем другое отношение должно быть и совершим к twitter и если считается что это почтальон то тогда извините что человек выписал то он будет покой по получать нравится вам это или нет и если это не запрещено законом и так далее так далее то доступ должен быть к любой информации нравится это представителям twitter и и или опять таки нет и я считаю что вот дать эти рекомендации которые маску отсылаются и публикуются в консервативной прессе это все замечательно но пока не будет вот решен этот самый вопрос заданный судьей томасом и который по-прежнему игнорируется конгрессом но который должен рассматриваться маскам если он станет главой twitter а это важно потому что это сразу меняет правила игры и это сразу объясняет как относиться и к твиттеру и к экстремистскому фейсбуку куда я не могу попасть и так далее и так далее и так далее ну в общем посмотрим у меня все таки да опять что меня тянет на пессимизм и тем не менее я все таки думаю что из этой затеи маска ничего не получится или ему так его мозги затюкают что он сам рукой махнет из-за постоянных этих нервных и психических статей и ты и твитов кстати говоря и крика что да уже слышали вы наверняка эту шутку что я уйду из twitter если придет маска то новое я уеду в канаду если победит трамп ну вот либо ему сам все это надоест и он махнет рукой и все так и повиснет либо там возникнет столько разных преград связанных с тем что тоже кстати важная тема как быть к ней вернемся правительство байдена все больше и больше расширяет регулирование повсеместное государственное как это вообще делает либерал и в этих условиях кто знает может такое количество проблемы этих подводных камней пресловутых и палок в колеса и так далее и так далее приведет к тому что все останется без изменений а жаль потому что все социальные эти основные платформы они конечно нуждаются в серьезные встряски и нынешние и кризис к видам мои кошмары на украе в украине они нам на указывают на необходимость действительно серьезный реформ кто это будет маск или кто-то другой мы вот с вами посмотрим но пока получаем удовольствие от психоза левых либералов и пусть они и дальше себя разоблачают и показывают что на сегодняшний день они реальные враги свободы слова и возвращаясь к нашему первому сюжету как во времена когда еще либералы было не таким страшным словом как сейчас но во времена конгресса за свободу культуры сидни хук говорил что левые либералы нетерпимы к чужому мнению вот мы с вами видим во что это превратилось по прошествии скольки там 60 даже 70 лет с лишним посмотрим если сергей что-то добавить с удовольствием передаю слово хотя по мы я уже не оставил нас есть минутка времени а буквально два слова по поводу того что мы должны определить конгресс должен определить чем же является twitter газеты или почтальоном я в том что если twitter является газет это тогда он открыт к судебным искам и этого как бы не хотелось а так они ни за что не отвечают они устраивают дикую совершенно цензуру они привлекают лево радикальные отребья в качестве фактчекеров и так далее ну вот как как в фейсбуке а кстати на фейсбук перескочил новости из россии там есть такие тематические новости там пропагандисты регулярно выступают с новостями каждый день они в фейсбуке есть а вас нету да так вот если twitter эта газета то они соответственно должны отвечать за все что происходит а если они почтальон ни за что нет они они хотят быть газетой но при этом отвечать как почтальон вот в чем проблема посмотрим чем это закон закончится то есть оптимизма особого я тоже не испытываю но во всяком случае есть какая-то маленькая надежда все-таки он неординарный человек я имею ввиду маска и условно поэтому ну во всяком случае нервным потреблив взрыв мозга переживет ни один либерал иван еще раз огромное спасибо берегите себя будьте здоровы и до встречи следующий в следующий раз большое спасибо вам и всем слушателям и зрителям до встречи и и и и и и